Традиционно перед отъездом и зашла там корейские салатики, конечно, там кимчи, я очень люблю острое, просто дико люблю острое, попросила, спрашиваю продавца, я говорю, у вас кимчи для местных острое или для корейцев? Она говорит, для корейцев, я говорю, о, давайте. Ну, в общем, я попробовала, оказалось, что это сделано для местных, но это, видимо, спасло наше второе отделение. В Москве, в центре города, стоит памятник Александру Сергеевичу Пушкину, видимо, он медный или частично медный, потому что он зеленеет периодически. Вот такое стихотворение еще, когда я только в Москву приехала, вот 20 лет назад. Здравствуй, Москва! Я люблю тебя очень, но что-то неладное вновь творится со мной. Пушкина жалко, он не любит кино, и потому повернулся к кино спиной. Здравствуй, Москва! Все хитро в тебе и мудро. Жители, скорость, город, да черт бы с ним. Пушкин, ты знаешь, совсем не ездит в метро, и потому всегда немного над ним. Слушай, Москва, я никак не пойму одного. Вечно зеленый, на кой он в плену твою? Пушкин давно не слушает никого, просто тихонько думает о своем. Небо над нами, то глуши, то голубей. Стрелки стирают лето в пыль порошок. Пушкин молчит в компании голубей. И ничего не видит. И хорошо. Еще одно стихотворение. По нему как раз называется эта книжка «Письмо отсюда». Я думаю, вы поймете, кому это письмо. И вообще эпистолярный жанр, наверное, наиболее близкий мне в том, что касается литературы. Из Ленинграда греки все в Анапе. Пасут овец, и грецкие орехи растят. Ну, в общем, чувствуют себя. Очередная лопнула луна. По берегу, бродяя, я намечтала гостиницу «Гусиное перо», Чтоб принимать в ней блока с Достоевским, Хемингуэя, Чехова, Привера и Лермонтова, если повезет. Так вот, о греках. Кладбище у них уютное, как будто ты приходишь к себе домой. И зажигаешь свет, привычно справа. Ставишь кофе в турке, и из-под марли вынимаешь сыр. И, сидя у окна в плетеном кресле, глядишь на пунты в Ксинский и кресты. Неспешно тени движутся к воде, Закатываясь, солнце обнимает колхидских кибарисов островки. И местный бог с вином и разговором К тебе заходит в гости, как сосед. И ты вдыхаешь греческую речь, Соленую и хвойную. И горько, что завтра поезд, И что в Ленинграде Ни Бога нет, ни кладбища. О, вы. Теперь так много реков в Ленинграде. И песенка Андрея Крамаренко на стихи Владимира Соколова. Это, ну, мне кажется, малочитанный у нас поэт, к сожалению. Хотя он замечательный. Домой, домой, туда, где дома нет, Где только ты, незримая почти, Где тает снег, Как тысяча примет. И на домах, и на твоем пути. Я знаю то, что ты, товарищ мой, Что для меня ты целый белый свет. Так знай и ты, что я хочу дать дому, Туда, где дома нет. Здесь столько крыш и окон и дверей, Друзей и подруг настолько зимний лет. Домой, домой, туда, где дома нет, Где только ты, незримая почти, Где тинает снег, Как тысяча примет. И на домах, и на твоем пути. В воду летает желтенький листок, Сквозь южный снег, Как бабочка на свет, Куда, на север или на восток, Домой, домой, туда, где дома нет. Где только ты, незримая почти, Где тает снег, Как тысяча примет. И на домах, и на твоем пути. Андрей очень много песен написал, И исполнитель он чудесный. Но я считаю, что вот это, наверное, Огромная его удача. Потому что он смог Услышать слова, И не навязать им Ни одной нотки лишней вообще. Ну, мне так кажется. По крайней мере, Я очень за эту песню ему благодарна. Вот. Так. Окликни меня, прохожий, Студент и торговец пивом, В окне лубянского здания Уборщица, обернись. Ох, все вы слишком похожи До боли жгучей крапивы, На мое ожидание Отлета в иную ввысь. Я здесь, мой любимый, что ты, К тебе прикоснусь губами, Над этим городом-чадом Цветением баров и сект, Где сталинские пышноты Друг другу тянутся лбами Через отечный и дымный Ленинградский проспект. На чистых в том самом доме Распахнута в смерть окошко, И солнечный луч высвечивает Забытые на полу Ушедших поэтов Томик Блюдцы для нашей кошки Что-то еще беспечное И слишком темно в углу. Я скоро, родной, я мигом Вот только закончу свитер, Вот только сменю застежку Хрустального башмачка, Вот только солнечным бликом Спорхнет перелетный твиттер И ляжет к тебе дорожка Потянется вверх рука Вновь кончается лето в деревне, Тускнеет парида нутердам, Откуда когда ответа Проносится жизнь По тугим проводам Лучше занято, занято, Чем короткое эх, вот как и крови, Что другие мы сами-то, сами-то глухие. Не зови, не зови, не Париж, не Москва В захолустье где-то грязь съедает следы Между кутком и ответом Худешь, не хочешь, Но ждешь беды. Не Москва, не Париж, местные с собой Обшивают врачи вместо прямого ответа После кутка Другу с ними молча Лучше за это занято, Чем на сквобо-банюшке Другого тюрьма Между кутком и ответом Аксамины Расхожденье с ума вновь кончается лето, Которая лето, которая жизнь К чертям Под кутком и ответом Прокручат пульс Упругим сетям Пульс Упругим сетям Для пульс Аксами Такие, я их редко читаю, поэтому чуть-чуть уже забыла. В нарастающей ночи, в драках глупых ворон, В глухой ритмике тишины, становясь сумасшедшей, Я, зажатый вагонными стеклами с двух сторон, Вижу будущее, настоящее и прошедшее. Подо мною мертвая муха прижала к груди Свои бедные лапы, как главное достояние, Позади такой же, как я, ему от себя не уйти, Впереди то леса, то жизнь обычная на расстоянии. Я сейчас понимаю между стеклом и стеклом Ровно столько, чтоб, подыхая, глядеть на родину, Подыхая, греть эту муху своим теплом, Подыхая, не посмотреть, кто там главный сидит за столом, Подыхая, жить, подыхая, чувствовать вроде бы. За черным лесом черные поля, Вдали огни за черными полями, Дрожит креница черная земля, С березами, кустами, тополями, В глухую ночь все падает устав, Дойдя до края на автопилоте, Когда заваливается состав На жесткий бок при резком повороте, За черный лес, на дальние огни, Не думая, не чувствуя, не имея, Мы бесконечно движемся одни, Зачем не помня, вспоминать не смея. Был в Москве такой автор Сергей Шалденков, К сожалению, он ушел несколько лет назад, Тоже, к сожалению, молодым, Ну вот от него осталась песня такая. Нет, конечно, Мы все же стремимся Выглядеть прежними, Все как было, Душа не в пыли, Память не в плесени, Но уже изменяемся, Стали видеться реже, И погасла звезда, Может быть, В созвездии, Если бы Только с горечью молча Кивнем друг к другу Вот так-то он И простой разговор И стеснем Оковами тактики Все коньки, Горбуньки, Все бегасы Стреножены фактами И спешат, Разбиваясь все дальше Наши галактики. Нет, Ни горести нас Не тревожит бога Ни почести, Тишину не взорвут, Ни проклятия, Ни рев оваций, Но за спинами Нашими Пречется одиночество, Беззащитная, Словно на церковь, На реставрации. Нет, Конечно, Мы все же стремимся Выглядеть Прежними И как прежде Встречаем Рассветы Своими песнями, Но уже Изменяемся, Стали видеться Реже, Но Не погасла звезда, Может быть, В созвездии, Если бы Застыть, Забыться В шорохе Листвы, Стать Черной веткой Под усталой Птицей И жить, Не опуская Головы Там, Где обходится Без репетиций, Где стынет Двор в тумане Изоле, Скамейка спит Чугунная Летая Арбат Еще в единственном числе И музыка Из окон вылетает. Еще одна Моя чужая песня Автор зовут Виталий Кульбакин Он из Нижнего Новгорода Ну, уже давно Живет в Москве Мне было очень-очень Хотелось, чтобы он Здесь у вас побывал Потому что он Ну, кроме того, Что он и свои вещи Очень хорошие Пишет и песни И стихи Он чудесный Исполнитель В том числе Он поет Много песен Бориса Гордона Автора, которого Кто-то знает Кто-то знает Его песни Без авторства Вообще Вот Боря тоже К сожалению Ушел очень рано Вот буквально Несколько лет назад В Канаде И про него Еще будет разговор Вот Виталик Очень хорошо Поет Гордона И достаточно много В эту целую Можно сделать Программу Вот песня Виталия Кульбакина «Ноябрь в Лисе» Встылый ноябрь Пеленает залив В старом Лисе В этой кофейне Должно быть тепло И уютно Снег под ногами Шуршит, как Опавшие листья Аккомпанируя Нежной Гауловой Лютни Я закляну На часок В эту тихую Павлю Я не открою Тебе Что на меня Не назначил Ты ведь Не знаешь Сегодня Мое имя Карвари Да и наш город Сегодня Зовется Иначе Я не открою А ты Не поймешь Именами Будешь Играть Как ключами Качать Головою Тени Чужих Разговоров Легли Между нами Ты Ни одна Не задел Сегодня Нас Двое Двое И лес Снег Ложится На рыжую Крышу Медленно Кружит Ласкает Черты Твои Птичьи Ты Мне Ответишь Но я Как всегда Не Расслышу Имя Твое То ли Фрэзиан То ли Бичин Стылый Ноябрь Пеленает Залив В старом Лисе Что тебе стоит Примерив Трипье Хлебороба В поле Отчалить Межу Прижимая Питой Ты Ли Моя Торопливая Встанешь У гроба Отговорив Меня Перед Большой Пустотой Ночью Когда Отстучат Циферблатные Воры И захлебнется Листвой Непроклядная Тишь Ты Ли По осени Чьи-то Пожнешь Разговор Ты Недопетую Песню Мою Да Молчишь Еще одно Стихотворение Тоже Жило Себе Жило Само По себе А потом Мой Друг Замечательный Из Марбурга А до этого Из Харькова Поэт Гриша Пердня Написал Уже Не помню Даже Какое Это Стихотворение Вот И Получилось Как будто То Что У меня Там Было Ну Как Ответ Ему Поэтому Это Теперь Гриша Пердня Вытягиваюсь Вперед В карман Убираю Руку Отдаваю Пустое горло Ветру И звуку Скольжу В темноту Попокатой Ноябрьской Крыше Но поднимаюсь И взлетаю Выше Выше Я целый Воздушный Шар На внутри Неделей Во мне Батарей Пожар Грохот Холодных Постелей Шепот Сонкнутых Вет Век Звуки Ветер И вата Внутри Меня Человек Один Во всем Виноватый Вытягивается Вперед В карман Убирая Руку Отдавая Пустое Горло Ветру И звуку Сейчас еще одно Тоже забыла Редко И читаю Очень Капли света Во тьме Электрический Выдох В туман Кто-то Следом Крадется Заставляет Неметь Это память Изменяющий Мне Капитан Это память Сократившаяся На треть Я бывала В тылу Воевала На передовой Черным ветром Дышала Красное Солнце Пила Я боролась С собой Как могла Боролась С собой Но прости И забудь Победить себя Не смогла Так что все Не кратись Выходи Я тебя узнаю По тяжелому шагу И горечи тишины По зеленой Шинели Трав В далеком Краю Выходи Говорю Обойдемся Уже Без войны Бессильная песенка Ни с того Ни с сего Вдруг заплачешь О ветре тягуче О бескрайних Просторах Законной Тоске Синекрылая Бабочка Вспыхнет У края Реки И исчезнет За тучей Вроде слезы По делу А сердце Щемит Стрекочет Нужно что-то Решать Но ни мыслей Пока ни надежд Начинаешься На ночь Советов Случайных Не вешт И уже Не захочешь Не дашь день Письмо Ни широкой Смелость Строки Только серый В сером Полнеба В кулак Только тень За окном И далекий Маяк И его Мотыльки Ну вот тоже я читала На фестивале Вхожу в комнату Сердито смотрю на часы Ходят тут всякие А я пожалуй Сейчас сделаю Вот что Я вижу тут Очень удобно Лежит книжка Тонки Лебедевой Вообще-то Тонка Лебедева Виновата в том Что у меня вышла книжка Потому что Она сказала Что хочет Мою книжку А я сказала Что хочу Ее книжку Мы с ней договорились И некоторое время Спустя Там как-то Мы в общем Это сделали А Тонка Лебедева Это поэт из Ростова-на-Дону Она сейчас В Питере живет У которой Верлибр Ну Он волшебный В общем И он не ради того Чтобы написать Именно верлибром Просто она так Изъясняется Вот И Если вы вдруг Захотите И Тонкину книжку Она у меня есть В количестве Специально для того Чтобы дарить Хорошим людям Тонка мне честно Разрешила Выдала Вот И я тоже смогу Передать Сейчас я Свои любимые Хотя у меня Все любимые Я ел вишню И придумал Как спасти Все человечество Идея казалась Исключительно правильной Все возражения Казались ошибочными Идея погостила Немного И ушла К другому Более способному А я остался С полной тарелкой Вишневых косточек И недолго думая Посадил сад Наверное Вишневый Когда читаю Тонкины стихи У меня ком в горле Не знаю почему Это просто что-то волшебное Сейчас выберу В киоске Союз печати Продают счастье По рублю за штуку Тут же выстраивается очередь Рождается слух о том Что счастья на всех не хватит Не больше одного счастья В одни руки Протягиваю 100 рублей На все пожалуйста Издачи не надо Беру целую хапку чужого счастья Странная штука Чужое счастье Вроде есть оно А вроде бы и нет Выпускаю Не нужно мне чужого Мне бы как-нибудь свое Самому В себе Вот такая вот штука А вот стихотворение С которого наше знакомство Вообще началось Очень давно еще Однажды случилось Завтра Нежданно И неожиданно Испутала Разные планы Внезапным приходом своим Сейчас найду У меня Прекрасное Совершенное Истинное Девчонки Девчонки Просыпаешься Жмуришься Радуешься солнцу Подмигиваешь Привычному всаднику Из дробиков На ковре Прислушиваешься К маминому Дым костра Создает уют По запаху Определяешь гренки И изо всех сил Любишь этот мир Предвкушая Неспешный завтрак Бесконечное воскресенье И если повезет То книжку в конце Пропитанную Особенным Маминым голосом И не важно Что сам уже давно Умеешь читать Потягиваешься Зажмуришься И опять Выныриваешь из сна А тут тоже солнце Те же гренки Мама на кухне И неспешный Воскресный завтрак Но вот после завтрака Время уплотняется Ускоряется Убегает И книжки перед сном Маминым голосом Точно не будет Зато будет разговор Хотя бы на 5 минут Но несомненно важный Для вас двоих Зажмуриваешься И Оп А сегодня вовсе Не воскресенье А пятница Но мама Солнце Гренки И вечером Не книжка И не разговор Но поезд А наутро весна И горы Мир Не 10 Не 10 Не 17 И даже Не 22 Гренки Жаришь Изредка Для гостей А последний Весенний Поход Больше Десяти лет Назад Но просыпаешься Радуешься Впервые Увиденному Апрельскому Снегу Солнцу На лице Предстоящим Майским Праздником Нарисованным Вчера Одуванчиком И упрямо Веришь Весну Давайте еще одно Читала бы всю книжку За 10 минут Я могу дочитать книжку Пропустить автобус Обнаружить собор В парке Сгонять до ближайшей звезды И обратно Заблудиться Опоздать на последнюю электричку И окончательно Сбиться с толку Толк Поняв, что с него сбились Недолго погрустит В одиночестве И выйдет А все вокруг удивляются И почему из тебя Толк вышел Почему? Потому что Случились те самые Неправильные 10 минут Вот и вся книжка Понимаете? Это Ну невозможное Счастье просто Сквозь паутину Рук Недорог Мне до него Не дошептать Тот, кто мне дорог Не одинок Тот, кто мне дорог Может летать Может расправить Оба крыла Может одну сложить пополам Я бы за ним поплыла Но которую жизнь Бегу по делам Сквозь камыши И заросли паут Может лететь На одном крыле Я его знаю Одни годы альпы Его второе крыло На земле Правая делает паутин Правая делает паутин Правая делает паутин Левая паутин Спешит Я их обоих Знаю От одной До другой Души Сквозь паутин Рук И дорог Нет До него Не дошептать Тот, кто мне дорог Не одинок Тот, кто мне дорог Может летать Тот, кто мне дорог Заговор Если выйдешь Ты выйдешь из дома Если выйдешь Сегодня из дома Из кастрюли Из панциря Выйдешь На край околодка То промчится река Оставляя соленые брызги То промчится река Оставляя тяжелую влагу Если выйдешь из дома Ты выйдешь Сегодня из дома То помчишься за ней Догоняя ее Обнимая Ты помчишься за ней Оставляя соленые брызги Ты помчишься за ней Оставляя тяжелую влагу Если все это смерть Просто голову в суе Морочит Если все это смерть, если выйдешь на край околотка То помчишься за ней, догоняя ее, обнимая Забывая себя, оставляя соленую влагу Если выйдешь из дома Осень твоя задержалась так непривычно Осень моя приблизилась раньше срока Падают с антресолей точки, кавычки Жду золотистых листьев, словно сорока Словно воровка ранняя, это злата Я украду и спрячу в надежном месте Лето мое, а было ли оно крылата Лето твое, с моим ли шагало вместе Грустная ива осени поклонилась Ночь, только Бакин молча качает ветер Ты продыши, что все это мне приснилось Ты прошучи, что я не одна на свете Первое августа Клены роняют листья Ивы роняют руки Но это ладно Словно детсадовской пестрой неловкой кистью Кто-то в чужом краю развел полисадник Кто-то меня поставил здесь и оставил Я малолетка, мама, я потеряшка Там, где меня растили, не было ставин Где мои гольфики, платьицы и кудряшки Плиты на стройке, водоросли, ежевика Это исчезло, остались бетон да камень И полтора прыжка до свободы крика И неизменно чуждое амин Там, где солнце шпигует, зелень тепло Турманит, румянит спины Где в ночи трава холодна А вода теплее, чем воздух черный Где вдоль берега стаями ходят Чайки, матрасы, дельфины Где полосфера неба В села под колбак Наш колодец горный Там ты не выходишь в халате Открыть калитку А нет калитки Не получаешь писем В коротких конвертах С полоской горькой Там только тень твоя Наподобие тени большой улитки Как часовой во сне Переплывает С горки на горку Там ты уже не живешь Но осталось в лицах чужих прохожих В грохоте желудей В цветах анимона На снеге зыбком новых Там и родных Далеких под тонкою куши Нет только нашего детства Оно унеслось За твоей улыбкой Не тревожься, милый, обо мне Все проходит Жаль, что стороною Яблоня, цветущая в окне Сумрачно верцает Белизною Мнилось счастье Чудились слова Сад, забытый нами Облетает Но во мне болит Твоя неба Словно книгу Трудную Читает Свет в парадной Краткий спор с замком Время лечит Просто забывая Чей-то вдох Оборванный Звонком В никуда Плывущего трамвая Письма, письма Белые конверты Белые конверты Марк Островки Листья Снова осень вертит В этой Кругверте Как мы далеки И гаснет свет В пустых домах На главной Улице Москвы И ось не шлет Прощадью взмах И тянет Холодом С днём И между Москвой И Ленинградом Не смахает Пересток Мне ничего Сейчас не надо Кроме ваших Тёплых Рук Может, может Осень рыжей краской Осень рыжей краской Грустные леса Скажет Это всё напрасно Это всё напрасно Наши голоса И гаснет свет В пустых домах На главной Улице Москвы И осенью шлёт Прощадный взмах И тянет Холодом С днём И между Москвой И тянет Крадом И смахает Пересток Мне ничего Сейчас не надо Кроме наших Тёплых Рук Будет встреча В синем Звоне Встреча В синем Звоне Что я говорю Студит Летерок Ладони Время К декабрю И гаснет Свет В пустых Домах На главной Улице Москвы И осень Шлёт Прощадный взмах И тянет А холодом С небы Между Москвой И гаснет Радон И смахает Пересток Радон И гаснет Радон И гаснет Радон Радон И гаснет Радон И гаснет Радон Состав Питерский Был Изначально Тоже Основным Дима Учился В Питере В алгитмике И Поначалу Все музыканты Были Питерские Потом Состав Менялся Кто-то Уезжал Переезжал Кто-то Приходил И уходил Сейчас Уже Почти Все живут Либо в Москве Либо под Москвой Вот И Я с ними Познакомилась Ровно После того Как уехала Уже Из Питера Жить в Москву Познакомилась Совершенно Ну В духе Всей моей жизни У меня Такие знакомства Происходят Была тогда Передача Антропология Если помните Дмитрий Дебров Ее вел Замечательно И при ней Ночью В интернете Был чат Где собирались Люди Которые смотрят Антропологию Там Из разных городов Они там Что-то обсуждали Общались Вот И А я работала Не знаю Ни одной Компьютерной Деталей И вообще Компьютеров Я работала Диспетчером Компьютерной Скорой помощи Это тоже В моем духе Это Работает В институте Иностранных языков Не знаю Ни одного Иностранного языка И так далее Вот я работала Скорой помощи У меня была Коллега Ее мама Увлекалась Авторской песней Как мне сказала Это коллега А у меня Были посиделки Постоянно В Москве В квартире Которую я снимала Вот И я Лизе говорю Ну ты скажи Своей маме Она живет На соседней станции Ветро от меня И говорит Ты скажи Что у меня посиделки Пусть она приходит К нам Вот Пришла Лизина мама Мы с ней Очень подружились Классная тетка И в какой-то момент Она мне звонит И говорит Слушай Я тут в чате Антропологии Подружилась С такими классными Ребятами Они из Питера Они приезжают И дальше Я ее не слушаю Потому что Первые месяцы В Москве Мне было страшно плохо И все что питерское Было для меня святое Мне было неважно Кто это Что это вообще Я сказала Так все ко мне И вот значит Ноябрь Ночь Грязюка страшная За окном Просто глаз Выкали У нас там Достаточно темно Было От метро Эти Звонок в дверь А мы уже там Что-то наготовились Любы такие Сидим Ждем Открывают дверь Стоят два Абсолютно Замызганных Чувака Один повыше Другой пониже Заходят такие Дима Леня Дальше еще Приходят двое ребят С которыми Как выясняется Они тоже Затвачат антропологии Но выясняется Что один из них Учился вообще В студии Дима Дихтера В гитарной школе Вот так мы познакомились С ним Вот И дальше Мы всю ночь Сейшиним Тусим Мы слушаем Тейк файв Там стучим На мисках Едим Общаемся Разговариваем Вот И я по прежнему Не особо знаю Кто это Вообще Ко мне пришел Но Там обменялись Контактами Разъехались И Я собираюсь В Питер На сессию И они мне пишут Ну Заходи к нам В театр Хотя бы на репетицию И все Я захожу Они репетируют Что-то там Какой-то грохот Парабам Не знаю что Я ничего не понимаю Вообще Что это происходит Они говорят Ну у нас сегодня Еще концерт Ну приходи Я думаю Ну ладно Бесплатно зовут Пойду я же Студентка Мне бесплатно Это святое Я пошла На их концерт И услышала Вертинского Которого я раньше Не могла воспринимать Вообще никак А тут я его услышала И я услышала Огромную Ну просто Величайшую Шутовскую культуру То что делал Янгибаров То что делал Попов То что делал Никулин То что делал Вертинский То когда Ну ты Вроде бы Выкривляешься Да Но Ты показываешь Людям их отражение Ну кроме того Что себя Да И это не менторство А это Зеркало такое И Я видела Потом мы уже Общались Они у меня Всем оркестром Останавливались В этой Однокомнатной Хрущевке Это было очень Весело Все смешно Вот Я с ними Облазала Все московские Клубы Эти Когда у них Были там Концерты И когда они Стали выезжать В Москву Я видела Самые разные Реакции И понимала Что вот Это искусство Когда Человек Обычный человек Может быть Он клерк Какой-нибудь Да Он пришел Провести вечер Он начинает Слушать И вдруг Видимо В какой-то момент До него доходит Что сейчас Про него И ему это Не нравится То что он Слышит про себя И он Хватывает стул И хочет Ударить Этого музыканта Потому что Он не может Вынести Вот этого Открытия Или Я видела Бармена Который наливал Кому-то пиво В кружку А Дима В этот момент Пел Желтого Ангела Вертинского И это Как раз Было Недалеко От премьеры Когда они Сделали Эту песню Стали петь То есть Это было Еще очень Свежо Для всех И сильно И когда Он закончил В зале А это Клубешник Клубешник Был такой В зале Стояла Мертвая Тишина Абсолютно И стоял Бармен И из кружки Продолжила Литься Пиво Уже Там Вот В эти дырочки Значит А он стоял И он не видел Что у него Уже все Переливается Вот Или Когда они Спели Мурку Соединив Ее С Ленинградской Симфонией Шостаковича И мой папа Просто встал И слушал Стоя И сказал Что это Просто гимн Современной России Это правда Вот Вот В общем Делали Совершенно Неземные Вещи Ну Сейчас Как-то Оркестр Изменился И Дима Изменился Много Что меняется И репертуар Стал более Ну На мой взгляд Такой Более Легкий Что ли Вот Но Это К счастью Не повлияло На Мое Теплое Отношение К ним Вот И Дима Замечательно Поучаствовал В спектакле Иосифа Рахильгауза Шинель По Гоголю Где Стихи Вадима Жука И Музыка Димина К песням На эти стихи Вот И Дима Там играет Тоже В этом спектакле Вот Ну В общем Вот Как-то Куда-то Движется И Собственно Почему Эта песня Потому что Они уехали Туда Я осталась Здесь Я только уехала Из Питера Зачем я уехала Я не понимала Там такие люди А я тут И это И это Было Время Асекью Как раз Активного Пользования И эти Ночи Без сна И вот Это Бесконечные Разговоры Какие-то О смысле Жизни О чем-то Там Важном Обо Во всем Вот Этому Вот И вот Эти письма Появились Таким Образом Вот Еще Один Стишок Тоже Редко Читаю Он Посвящается Ну Как Посвящается Вон Вроде Письма Тоже Такого Здесь В книжке Написано МФ Вот Если Вы Потом Эту Книжку Получите Как-нибудь Вначале МФ Это Мария Фаликман Маша Фаликман Один Из первых Людей С кем Я В Москве Познакомилась Из Нового Когда В Москву Приехала Жить Она Невероятный Поэт На мой Взгляд Мне Очень Близкий По крайней Мир Поэт Переводчик Доктор Психологических Наук И там Много Еще Чего Можно Про Нее Интересного Рассказывать Вот Ну Важно Что У нас С ней Сложилась Некая Стихотворная Переписка Которая Вот Уже Собственно Эти 20 лет И тянется Периодически Под Новый Год Петрушку Наряжаю Поправлю Челку Уходящим Дням И Выдохну Шампанское Пока И Покачнется Ель Воображая Что Все Еще Приросшая К корням Плесу Стоит Красоткой На века Короткое Прощание По-мужски Уходит Жизнь Отсчитывая Сутки Неловким Стуком Полимерных Шишек Гирлянды Мандарины Пузырьки Но не Проснется Жареная Утка Но в нашем Доме Магат Станет Тише И Вот Песенка Она Называется Межконтинентальный Марш Посвящается Она Боре Гордону Вот И Я Очень Рада Что Она Появилась До того Как он Ушел Кончился Календарь Отходит Мартовский Снег Год Прошуршал Как Мыш Оставив Дыры До Крошки Так же Туман Надаль Тот же Парад Планет Ты Как Молчал Молчишь Задя Коньяк Понемножку Я Кое Как Спасаюсь От Гробовой Тоски Адрес Трамвай Метро Топчусь По Щербатой Тверде Пока Сигуртная Стрелка Оттяпывает Куски Времени Моего Любовь Приближая К смерти Холодно Грязно Тушно Это Столица Родной Черты Впору Руки Поднять И выходить Сдаваться Ты был Наказан За то Что Ты Это Просто Ты Стараюсь Не отставать И ухожу В резервацию У нас Как Всегда Халява Далеко Есть Доволь Щенок Огонь И вода В трубе Ни горячей Ни печали Пока Не отняли Право На телефонный Звонок Я позвоню Тебе Чтоб Слушать Твое Молчание Твое Еще одно Тоже Маши Кольфон 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 Вера Явушкина На стихе Жака Бреля Не знаю Почему Так Долг Тоскливый Дождь И почему Он Не Атами Иголок Уныло Ластится К Холму Зачем Не знаю С позором Холодный Ветер Полуган Разносит Птичью Перебрал И голосов Ребят Черегал Одно Я только Знаю Что До сих Пор Тебя Люблю Не знаю Почему Дорога Который В город Я Иду Глядит Встревоженный Строх Как будто Чувствует Беду Не знаю Почему Туманы Меня теснят Со всех сторон И в них Мне чудятся Сутаны И свой Признак Похорон Одно Одно Я только Знаю Что До сих До сих Пор Тебя Люблю Что До сих Пор Тебя Люблю Не знаю Почему Любовь Так безнадежно Холодный И так Печал Дорога Тротуары Верцание Вертые Нарилуны И почему Мне ночь Сказала Что Я Скорее Шел Сюда На эту Площадь Вокзала Стоять И слушать Поезда Стоять И слушать Поезда Одно Одно Я только Знаю Что До сих Пор Тебя Люблю Что До сих Пор Тебя Люблю Настоящая Родина Это Когда В плацгарте Плотность Воздуха Убивает Возможность Мыслить Через Войлочные Поля Неозначенные На карте Баба Воду Несет На рассохшемся Карамысли Настоящая Родина Это Когда В колосьях Неисполненных Обещаний Сгорают Зерна Это Дети Вдоль Насыпи Яблоки В ведрах Носят И Вороны Воруют Жизнь Из-под Слоя Дерна Ты Выходишь Туда Где Когда-то Была Дорога В теплых Варенках И в телогрейке От пота Влажной Ни креста На сто верст Ни женщины Ни острога Только ветер До слезы Неважно О чем Неважно Песня Валентина Ерехина Я без этой песни Уже Очень много лет Не живу Вообще И Ну так получилось Что Если я беру Какую-то песню Ну решаюсь Петь со сцены Скажем так То Это песня Которая уже Моя В каком-то Смысле Вот И вот Вот эта песня Попутчик Она Наверное Самая моя Включая то Что я вообще Когда-то написала Хотя Ее написал Как раз не я Ну вот Такой Как близкий Друг что ли Отложим На завтра Забота Которых По горлу Случайный Попутчик Мы только Под утро Уснем Под топот Бегущих Колес И под Гомон Вагон Мы давай Подолкуем С тобой А то Я Сем Скажи Отчего Нас порою На измолить Тянет Как лошадь В пуране Находит Дорогу Домой К случайным Знаком Бог знает Какими путями Придут Нашим душам Надежды На свет Огонь Стаканы Свинят А мотыли Две тихие ноты Окно Занавешано Снегом Низки Не видать Третье века Прошло В ожидании Ледной погоды Боюсь Что теперь Разучился Летать Судьба Безмятежно Катила И я был Спокоен Когда на Запятках Деван Сотрешенным Лицом И кто Ею Правил И как же Случилось Такое Что я Невзначай Угодил Под ее Колесо Не пральше Очнется Хотя бы На долю Минуты Пугает Ночами Надежд Моих Нищенский Вид И жизнь Миновала Пока Дожидался Дебюта И голос Как прежде Навряд ли Уже Зазвучит Сойдешь На колхом В станке По крышу С угром И может быть Вспомнишь О том Через Тысячу Лет Как Ночь Коротарь И как Потеплили Оба Когда Наши души Обнявшись Летели На свет Как Ночь Коротарь И как Подемлили Оба Когда Наши души Обнявшись Летели На свет Ну Чуть-чуть осталось Вы как? Хорошо Держимся Не Думаю Мы Конечно Навряд ли Еще Больше Полутора Двух Часов Выдержим Даже Я Столько Не Выдержу Снова Вечер Зажат Междомов И на Пятницкой Крутят Непутевые Фильмы О новой Волнующей Муте О несчастной Прекрасной И ветер Гоняет газеты Возле рыбного рынка И грустные Прочат Приметы Междомов Междомов Междометия Проблеск Осколка В стоге памяти Вновь затерялась Шальная Иголка Вот Хожу Ищу Бесполезно Бессмысленно Больно Залезая В прощу Вместо камня Кричать Допровольно Я иду По столице Вдыхая И конкая Ветер Как секундная Стрелка Которой Быстрее На свете Не найти И не надо Искать Потому что Как будто В этой плоскости Знать бесполезно Часы И минуты Междомов Междомов Я иду На ходу Забывая Как над яузой Голка Грохочут Пустые трамваи Забывая С себя В голубиное небо Не глядя Край пальто Теребя Забывая Чего ты там ради Никуда 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 Не уеду Отсюда Никуда 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 Я здесь Умер И буду От Черкизова И до невидимых Глазу окраин Это Авель во мне Это Авель во мне Это Каин Это ветер И вечер в плену Подворотен Кофейн Это восклаз рекламы В себе До конца Не уверен Это двери Закрючены Ставни Забиты Навеки Эта жизнь Иногда Поднимает Опухшие веки И глядит Меж домов У речного В перово В капотне Как сужается день И линяет Сквозь вечер Субботний Сквозь пустой Циферблат С оцепкованной Стрелкой Минутной Сквозь меня Сквозь пустые Трамваи Над яузой Мутной Песня на мелодию Хлам Вышла на сцену Давай Раздевайся Слово за словом Бросай Кнадам Что ж ты Ангел мой Смотришь Уныло Кто тебя взял На простой карандаш Было Да Сплыло Веревка Довыло Ешь Что дают Отдавай Что отдашь Холодно Свягает Мелочь В кармане Холодно Ртуть Расцветает В крови Кто-то Спасет Тебя Кто-то Обманет Только Живи Слышь Сука Живи Ночью В парадной Излучайного Дома Об раскаленном Прижмешься К стене Как это страшно Как это незнакомо Сердце На нитке Керамин На окне Ну я закончу таким Тоже Как-то соединились Вот стихотворения С песенкой И вместе обитают Был синий ливень Синее окно И в комнате Прозрачно И темно И мы лежали Нагребко Обнявшись Один Хранивший нас Другой Предавший Мы знали Но не разжимали Рук Как будто Потеряли смысл Вдруг Обида Стыд И всякое другое Сто лет прошло Но длятся до сих пор И ливень И беззвучный разговор И рук не разнимаем Мы с тобою Не спеши меня оставить Барабань по черным веткам Первый дождь Знаю времени исправить Даже если ты Кого-то очень ждешь Вечные сутки слов Не найти нам Ни ответов Ни вопросов Не спеши меня Оставить Первый дождь Первый дождь И наголосый Жили-были Вроде просто Телефонов Бесполезные Путки Ни ответов Ни вопросов Только редкие Короткие Стишки Замурован Не найдешь Ключ Отвертся Потайной Ни снять Ни спрятать Не спеши меня Оставить Первый дождь Под ногами Грязь И слепать На общественных Началах Собираем Мелкий соль И всякий вздор Мы вписались Поначалу В некий Общеч Правильный Узор Но время Вырвалось Из рук Как синица Как испуг А сердце Бьется Не спеши Меня Оставить Милый Друг Может Что-нибудь Вернется Не спеши Меня Оставить Барабань По черным веткам Первый дождь Я надеюсь Что Другов не будет Спасибо большое Что-то прям Такой полет С вами Получился Не знаю Как вам А мне очень хорошо Очень